приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова сегодня у нас уже 14 июня 2024 год вот такая картинка на июнь месяц и давно с вами не общались решила немножко рассказать новостей продвижений и разделю видео на две части сейчас поговорим с вами немножко о вязании моих продвижениях по процессу покрывала ирланка ну а дальше расскажу о своих растишках продвижение строительства крыши с какими трудностями и с дополнительными растратами или расходами мы столкнулись в общем разделю видео для вас на две части чтобы было удобно по вашим интересам и вязание и стройка и сад огород и так давайте сейчас поговорим о вязании и я покажу вот у нас здесь гонки начинаются о своих продвижениях по процессу покрывала ирландка немножко нашего интерьера вы мне пишите показывайте больше очень нравится смотреть обустройство вашего дома как вы там все преобразили вот пока показываю для вас еще раз нашу спальню у нас сегодня похолодало было просто жуткая жара 32 в тени наши мужчины работают на крыши я вообще не представляю как крыши невозможно было дотронуться сегодня у нас 18 градусов я даже по закрывала некоторые окошки вот это окошко открыто и наши котики дышат ладно давайте сейчас разложу там вот у меня сложена покрывала ирландка она потихонечку растет и я покажу какую я обвязку нашла и свои мысли по выбору этой обвязки сейчас разложу и покажу вам во первых хочу показать вам что это покрывало и этот прекрасный узор очень даже подходит и для скатерти вы мне даже писали что и вязали даже платье но я думаю что это платье туника скорее всего было потому что здесь квадратный мотив и ну как-то платье по силуэту из квадратных мотивов связать конечно сложно не изменив узор хотя не знаю может быть есть и мастерицы которые и на это способны но я вам покажу что вот сейчас вот в этом виде здесь сейчас 68 квадратов еще четыре нужно довязать то полного прямоугольника и вот на такой стол здесь наверно метр на 60 но вполне вполне годится вот такая скатерка мини скатерка вот здесь у меня сейчас лежит вот та салфетка которая была на столе я естественно ее сняла чтобы вы увидели всю красоту вот этой ну я не побоюсь этого слова тонкой работы потому что здесь достаточно тонкая пряжа и крючок 125 я считаю что это ну как по мне тонкий крючок конечно же вяжут мастерицы и крючком даже 06 вот такие вещи на как скатерти ну это это очень очень тяжело во всяком случае сейчас для моих глаз смотрите как красиво смотрится и это скатерть еще но если рассматривать эту работу как скатерть она даже без обвязки к обвязке мы конечно же подойдем я покажу что я нашла в интернете посмотрите как вписываются эти джутовые коврики здесь вот у нас пусть я пришла проверить что мы здесь творим да значит весит вот это полотно из 64 квадратов 380 грамм но если добавить еще четыре квадрата чтобы был прямоугольник то есть не 64 квадрата а получается 64 плюс 8 до сколько это получается 72 квадрата потому что стол прямоугольный вот если связать 72 квадрата то где-то будет чуть чуть больше 400 грамм и это по размерам получается где-то метр десять на метр двадцать вот если в семьдесят два квадрата вязать вот такую красоту ну а теперь давайте посмотрим как это смотрится на кровати и я хочу вот такую длину чтобы она уже эта длина была вместе с обвязкой поэтому скорее всего квадратов без обвязки мне нужно будет связать меньше наверное на 1 то есть не 32 квадрата будет по ширине а где-то 30 вот 30 сюда и 30 в другую сторону и потом делать обвязку чтобы получился вот такой размер но по весу как я считала кило 600 где-то пойдет вот этой вот пряжи уже они не буду говорить пряжа в три сложения там получается смесовка хлопок лен полиэфирное волокно и все по моему ну я бы сказала что хлопок и лен я вчера уже уснула в дневное время вот под этим покрывалом мини покрывалом и вы знаете ощущение просто непередаваемое как же это приятно все таки натуральная натуральная пряжа натуральные волокна это ничем не сравнится это очень приятно к телу это красиво это я бы даже сказала некрасиво это шикарно это неповторим в общем вяжите друзья но сейчас вот я вам покажу какие я нашла какую я обвязку нашла в интернете на пинтерест вы видите что это этот же рисунок и вот такая вот обвязка здесь нет схемы но глядя на рисунок мы можем ну я во всяком случае могу вот разобраться как сделать вот эту вот обвязку вот я вам сейчас покажу вот заканчивается край полотна а вот это уже это вот обвязка то есть получается довязывается бабки вязки довязывается вот этот листик из нашего узора то есть он половинчатый получается когда мы соединили квадраты а вот это вот часть это уже обвязочка там не знаю здесь есть или нет нет сейчас найду друзья вот здесь как вывязать уголок вот просто по прямой вяжем вот эту вот часть узора вот это довязываем наш вот этот листик а вот как связать уголок здесь конечно не совсем видно но я думаю что разобраться можно повторюсь схемы здесь нет сейчас пролистаю вот еще вариант обвязки так фокус где фокус непонятно отражение лампы и телефон сходит с ума здесь немножко попроще вот эта обвязочка и она конечно полегче то есть здесь тоже довязывается вот этот вот вот треугольничек то есть его вершинка и здесь вот просто вариант веерочки скорее всего я остановлюсь вот на таком варианте обвязки объясню почему вы представляете обвязать один ряд у нас будет 8 метров один ряд только представляете и если где-то я не дай бог ошибусь распустить этот один ряд который я буду вязать может быть даже не один день это сложно и посчитать вот здесь сколько рядов ну вот можем по вот этим вот воздушным посчитать раз два раз два три так сейчас увеличу посчитая так раз два три 4 5 6 6 рядов обвязки 6 рядов и каждый ряд один ряд 8 метров а если посчитать обвязку вот здесь вот здесь гораздо больше рядов может быть ряды те же самые но здесь больше вот этих вот всяких элементов это сложнее как бы вы поступили напишите мне пожалуйста мне вот этот вариант вот с этими лепесточками и цветочками конечно же нравится больше вот прям дилемма конечно до этого еще далеко но еще какой-то вариант вот еще вот этот вариант но этот вариант обвязки мне нравится в меньшей степени вот но тоже имеет место быть и такой вот вариант обвязки так что долго я искала поверьте очень долго искала вот эту обвязку для вот этого красивейшего полотна и вот нашла три варианта один сразу отметают последний мне он меньшей степени нравится а вот те два вот выбор за ними и я не знаю на каком темати остановиться честное слово не знаю так что вот это сейчас у меня связано где-то четвертая часть полотна но чуть больше четвертой части полотна вижу я посмотрела где-то с 10 апреля но опять же как я вижу сейчас и стройка и огород и и сейчас вот клубничка у нас уже пошла и к сожалению не засняла этот кадр мы уже собрали так килограмма два клубники наделись до отвала и сейчас нужно будет опять ее собирать морозить и мужчинам готовить обеды в общем вижу вот сегодня я связала один квадрат уже утром по вечерам иногда вижу когда не очень устала вот ну в общем это такое вязание как это сказать не каждый день когда есть время но вот с 10 апреля связано четвертая часть покрывала я думаю что где-то в ноябре может быть я закончил этот шедевр но мне очень очень нравится то что у меня получается особенно вот эти вот наши любимцы которые просто обожают и вот этот вязаный ковер и вообще все вязаная кружевное мы их тоже любим мы их не гоняем есть разные комментарии пишут и фу и всякое свое бе вот не смотрите а мы любим наших питомцев и как бы позволяем разрешаем им спать или валяться на вот такой красоте конечно же это полотно еще будет стираться стирать я буду в машине значит еще что хочу сказать друзья сразу убирайте кончики вот этот кончик который в начале вязания вязание начинается вот отсюда я сразу не заправляю иголка а я ввязываю его в первом ряду а потом перехожу на второй ряд и еще связываю во втором ряду и таким образом мне не нужно доставать иголку вот этот кончик сразу у меня спрятан ну а кончик который остается после соединения мотива в последнем ряду я сразу же прячу иголочка для слепых и это очень очень быстро чем потом прятать вот эти все кончики покрывала или полотно получается уже сразу аккуратным и выглядит уже ну так скажем в конечном результате да то есть не нужно будет потом тратить время на прятание вот этих кончиков вот покрывала будет потом крахмалится стираться в машине вручную крахмалится и гладится отпариваться утюгом конечно после накрахмаливания я думаю что это будет просто бомбически смотреться судить конечно же вам и вам решать вязать такую красоту или нет я решилась ладно друзья на этом часть видео о вязании и о продвижении моего процесса по покрывалу ирландка я буду заканчивать а сейчас перейдем во двор покажу что мы уже что сделали наши мужчины что они успели сделать какими трудностями столкнулись пойдемте короче во двор что друзья съемка полным ходом вот такая красота получается у нас мужчины работают как же приятно когда есть рукастый мужчина когда не нужно нанимать людей да вдвоем всегда легче сегодня у нас еще 28 завтра уже 31 32 что сегодня эту сторону сделаем и останутся две маленькие стороны и все можно будет крыть андулину не ругайтесь съемка идет а то мне потом вырезать придется все не надо и загоняй дальше и этим же сверлом да 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 вот и все ну теперь верни еще назад ну поставилось немного вдруг проспочит ну да вот только с этого ракурса я могу вам показать что одна часть меньшая часть крыши уже укрыта андулином это вот так вот смотрится вот практически готова обрешутка вот вторая вот такая маленькая часть нашей крыши сегодня вот лёшик там работает она будет готова и еще с чем мы столкнулись с какими еще расходами и что мы отыскали на ютубе я сейчас вам расскажу сейчас отойду покажу как смотрится наш дом сейчас со стороны улицы может быть найду фото или может быть не в этом видео а в других видео покажу какая крыша была изначально когда мы покупали дом вот сейчас покажу как это смотрится вот когда идешь по улице вот так уже смотрится часть крыши вот 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 ну а сейчас пройдемте обор я покажу с чем мы столкнулись когда прикладывали конек который будет тоже монтироваться и с чем мы столкнулись короче вот эти клинья крыши это вальмовая крыша называется конек коньки да то есть по скосу и потом вот там конек там нужно должна идти еще одна закладная или как сказать еще один брус который будет заполнять конек крыши мужчины наверное меня поймут вот сейчас я вам покажу конек крыши андулина вот так он выглядит вот видите здесь вот такая как бы полусфера да вот чтобы эта полусфера имела жесткость вот здесь должна и должно идти ребро из древесины да из дерева и тогда это все вот так вот ну как бы складывается да и это ребро заполняется этим этой древесины вот его теперь нужно будет монтировать вчера мы примеряли там ну в общем как это все будет как какой брус туда нужно чтобы положить его вот так вот по вот это по четырем ну по пяти получается четыре ребра на скосах и одна вот так поперечина горизонтальная и сегодня алёшек ездил в доку и купил этот брус вот это я вам о расходах которые дополнительные вот он уже его обработал вот этой пропиткой вот он этот брус здесь наверное пять на шесть я так предполагаю что это брус пять на шесть вот восемь штук нужно было купить этого бруса сначала съездили за одной штукой примерили ну подходит не подходит потом поехал лёшек сегодня докупил еще семь штук короче восемь штук вот этого бруса мы докупали чтобы сделать все так скажем красиво вот лёшек здесь работает вторую вот эту половину крыши маленькую вертикальная он уже положил и сейчас ну вот укладывает горизонтальные вот эти вот доски вот вы мне там писали что лучше бы нанять это все тяжело друзья я вам так скажу здесь люди даже не знают что такое андулин понимаете не знаю и я не уверен что они бы там прошерстили так как мы информацию всю видео информацию инструкции все и сделали бы все правильно я в этом далеко не уверена да тяжело но мы делаем для себя и мы делаем хорошо вот можно было бы вот это на все вот это забить сейчас зашить эту крышу вот как та часть да и все никаких поперечин больше не укладывать вот этот брус не покупать и сделать конек и через время это все бы смотрелось ужасно пустота в этом коньке вот в этом яблоке конька со временем за счет осадков за счет солнца все бы это просела и смотрелось бы это ужасно поэтому если у нас есть возможность и наши знания наши силы мы делаем это все самостоятельно также вы спрашивали а вывод ну как бы спрашиваете у соседей там по поводу шума друзья по поводу шума мы живем не в многоквартирном доме здесь частный сектор и вы не скажете петуху не кричать козе не блеять корове не нычать здесь все друг друга понимают мы стараемся работать после восьми утра и конечно же ни у кого разрешения не спрашиваем и здесь все так живут потому что это друзья частный сектор не путайте проживание в многоквартирном доме ну а я сейчас покажу вам как как поднялись растишки после вчерашнего хорошего дождика посмотрите как пошли бархатцы гвоздичка отстает но тоже старается и причем я это села далеко уже прям можно сказать практически в июне там в конце мая по моему я села села вот эти вот семена вот такие вот шикарные ранункулюсы они просто ожили после вчерашнего ливня я сначала накрывала очень боялась града ну вышла дождик вроде бы там хорошенький и все пораскрывала и растения как бы ожили вот там ползает муравей но я уже обрабатывала от цели жидким мылом нужно будет это не жидким мылом а зеленая мыла покупала по моему фикс прайсе или в светофоре в светофоре наверно и обрабатывала розы и ранункулюсы у них очень ну как бы это сочная сочная вот такая такие вот листики сочные которые очень любят очень любят для вот эти вот вообще розовые тоже сажались очень поздно ну посмотрите они уже практически вот не отличаются вот от этих ранункулюсов видите все все друг друга догнали да а вот здесь представляете вместе вот с этим пиончиком попала семечко ипомеи вот она просто было видимо в земле я не знаю каким образом это я не сажала семечко было в земле и вот ипомейка выросла моя задача сделать опору для этой ипомеи вот все пошло расти розочка это называется фестиваль роз или дежардон дешамон дежардон дешамон по моему так жиловидный флокс здесь вырос помидор вместе с флоксом надо открыть пока пасмурно открыть мою косточку вот эту вот красавицу посмотрите как все пошло расти это широко это широколистная гортензия вечное лето вот эта гортензия magic sweet саны уже цветет скоро распустится по моему трехлетка когда я ее покупала пошли плестись мои клематисы вот этот клематис один-единственный выживший из тех которые лёшек покупал в леруа мерлен называется pink фэнтези очень красивый клематис если найду фото я вам его вставлю вот он уже пошел плестись так роза я берем сарт тоже пошла жила а вот друзья посмотрите вот так цветет вербейник монетчатый видите он не дал уже цветочки вот они красивые фокус ты где фокус вот так цветет вербейник монетчатый тоже уже много-много здесь дал вот даже прирос уже листик там корешок уже и как почвопокровник идет вот этот мне дали вдала в подарок елена александровна при покупке гортензий позже но он тоже уже ожил и тоже плетется это и бересы вот вот этот клематис я покупала тоже у елены александровны у нас в городе она из мичуринска тоже пошел уже плестись а вот этот клематис что-то как-то сидит он живой все хорошо но я не вижу вот только по моему начинаются вот эти вот ну пустит усики наверное я так думаю чтобы плестись лесенка у него уже есть но он уже еще пока не плетется вот они эти клематисы я их конечно не выкидываю вот четыре штуки но они как будто не живые выбрасывать не буду знаю что у них развивается корневая система очень долго может быть они ее наращивают и на следующий год дадут мне ну какой-то результат гортензия сангл фрайс тоже очень хорошо пошла гортензия скольфо уже зацветает ламба лаванда посмотрите какие цветочки вот они эти гортензия кутан кутан какая-то там кутан крем вот тоже пошла хорошо в общем после дождика все ожило все пошло расти очень хорошо поднялись огурчики эти как вчера прям вот видно струи дождя сейчас я вам покажу огурчики хорошо поднялись вот они уже зацветать скоро усики будут пускать хорошенькие такие здесь я все посрезала здесь вот была эта петрушка посрезала и вот так вот замульчировала здесь был щавель тоже посрезала вот срезала этот кинзу но она опять вот уже цветет опять ее нужно срезать помидорчики хорошо пошли это вот фифти которые чесночок а это я вчера уже подвязала эти после он вот три кустика уже после он подвязала вот такие помидорчики которые самосевом это черри тоже будут и вот посмотрите мы с лёшиком уже недели две назад ездили опять в лес собрали этот опад и я здесь все замульчировала причем такой хороший слой сделала мульчи и здесь теперь вообще хорошо ходить нет земли если я даже не подвяжу помидора я их не собираюсь подвязывать они вот здесь будут лежать на этом опаде и я думаю что гнить не будут очень хорошо поднялись кабачки вот здесь вот все что я срезала вот эту кинзу лук там срезала батон и петрушку вот сюда вот положила и здесь вот замульчировала тоже почву во-первых меньше растут сорняки вот эти дорожки просто незаменимая вещь вчера дочь приходила мам лука надо того надо сего надо и вот она прошлась по этим дорожкам как раз ливень прошел вот ой мам какая красота идешь и ноги чистые вот здесь тоже все замульчирована это помидорчики черри я рассаживала те которые сами выросли они тоже уже так хорошо поднялись и друзья я не жалею вообще ни разу что я посадила перец вот в наш небольшой парничок или тепличку он уже цветет видите вон цветочки вон они и так это хорошо поднялся если помните перец у меня был вообще не важнецкий я его сажала уже можно сказать в апреле первые семена не взошли я покупала другой перец ласточка вот и вот так вот он хорошо хорошо прям поднялся я думаю что за счет теплички во первых перец любит влагу и здесь он не любит ветер а ветра у нас дует дай боже в общем ему здесь очень очень хорошо в тепличке наверное теперь я так и буду дальше сажать перец в теплице методом пробы ошибок я вычислила что вот наша небольшая наша небольшая тепличка вот как раз для перчика посмотрите какая картошка уже зацветает ни одного жука вот помните я собирала при вас даже есть видео где я собирала 20 штук жуков я нашла непонятно откуда они вылезли но вот после того как я собрала ни одного жука больше нет ни одного вот такая такое море зеленые картошечки тыковка тоже вот пошла расти и посмотрите как ожила наша груша два раза я обрабатывала первый раз топазом второй раз не помню чем как-то на кэ называется обрабатывала вот от ржавчины очень хорошие побеги в общем груша прям будет такая за счет того что она переболела и чуть не погибла я вот вы видите я ее срезала полностью а потом увидела снизу пошли расти вот отсюда вот в побеги и она стала вот такая прям как кустик и это очень хорошо она не будет за счет этого высокой и я думаю что все будет хорошо вот обрабатывала также яблони все и вот эту яблоню это семеренко и вот ту яблоню которая называется конфетная тоже обрабатывала от ржавчины два раза есть малинка на ремонтантной малине круг куст полностью облеплен вообще я такого честно говоря не ожидала посмотрите что здесь творится это вот ремонтантная малина она дала от кустики новые вот они это от нее и вот так вот я ее размножу чтобы было это и другая но мне по вкусу если нравится если честно нравится больше малина обычно но это уж очень много она дает очень много ягод смотрите что творится вот после дождика как раз хорошо очень много крыжовничка лёшек ждет крыжовничек прям очень много такие я бы сказала грозди ветки вон ломятся я вчера одну такую сломанную нашла прям жалко вот вот такие у нас звуки люди работают соседи у нас тоже соседей не виду с той стороны тоже строится там и не сарай разбирается и беседочка будет другой сосед вы слышите триммер работает это нормально для частного сектора вот с этой стороны вам еще покажу перчик вот сегодня опять будет длинное видео клубничка клубничка мелкая но ее много вот нужно уже собирать уже собирать лена а то она погниет дожди прошли ну ничего по осень я ее рассажу это уже три года этой клубники посмотрите сколько очень много ну а теперь что здесь по цветочкам вот здесь я сеяла вот этот газон а теперь его выдирала он забил вот те бархатцы смотрите какая шапка бархатцы лилейник тоже уже вот скоро раз цветет видите сколько дал потом теперь пиончики отцветают уже надо обрезать не последние шапки я их обрезаю и прям бросают чтобы они перегревали как удобрение для пиона посмотрите что здесь творится вот с этими помидорами черри у меня еще здесь куча помидор черри очень это вот самоселом нами подходили вот цене и посмотрите на днях расцветет судите какой громадный бутон лилии это лилия танго или патрисия прайд вот дальше идет у нас лилия бразилия вот это ароматная лилия она поменьше 1 . но пахнет вот она единственная изо всех лилий дальше идут гибриды они без запаха но они все будут цвести в этом году вот еще помидор посмотрите здесь вот вообще три я уже название не помню вот это по моему центр фолл вот это какой-то playtime по моему он завязываются бутончики она в июле цветет поэтому я думаю что до июля она ну бутон сформируется в общем все или практически все выжили гортензия посмотрите уже вот-вот расцветет гортензия я уже туда близко не полезу в грязь вот это древовидная гортензия которая в этом году меня радует она очень хорошо пошла расти но я ее и хорошо подкармливаю и лимонной кислотой и специальное удобрение для гортензии и торфе я туда кисло ей положила и сосновый опад в общем она все поняла наелась вкусняшек и вот такой результат потом я по обрезаю шапки я смотрела видео что если когда она цветет просто обрезать ее цветы то на следующий год на этих веточек на этих веточках уже будет вот три цветочка так вот по одному а так будет по 3 ну посмотрим это покажет время вот цене смотрите цене как хорошо после дождичка вместе с бархатцем не пошли ну в какие вот они и были давнишние давнишние семена но все-таки взошли вот эту ценю обожал наверное ну что-то съела носить середочка осталась себе серединка и вот она наверное тоже будет свистеть несмотря на то что и не очень хорошо так поели вот ну вот это бутон это вообще смотрите я прислонила ладонь смотрите какой он величины обалдеть да это вот лилия танго или патриция патриция прайд ну ладно друзья надеюсь вам понравилось это видео если не сложно поставьте пальчик вверх поддержите мой канал ну а я на этом буду с вами прощаться я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока